Все в Азербайджанской республике было искусственным, ненастоящим, начиная с названия, взятого у одной из провинций Персии, и объединенная турецкой политикой в качестве форпоста пантюркизма на Кавказе, искусственная государственность. Так писал об Азербайджане русский генерал Антон Деникин в своих почерках русской смуты. Сегодня эти слова могут восприниматься несколько преувеличенно, но для людей начала XX века было неожиданным и странным появление на карте мира государства пришлых кочевников, тюрков, на земле, лесгин, армян, талышей, татов и других народов. А ведь сегодня официальная азербайджанская пропаганда гласит, что Азербайджан имеет тысячелетнюю историю, а все народы вокруг живут на землях азербайджанцев. Дошло до того, что оказывается Тбилиси, Дербент, Ереван и весь север Ирана – это исторический Азербайджан. Но как понять, где ложь, а где вымысел, не сведущему в истории человеку? Как понять, где правда, где вымысел? В первую очередь необходимо обратиться к отцам-основателям, историкам этого самого народа. И действительно, порой бывают неожиданные трансформации. Предлагаем взглянуть на конкретном примере. Основоположником азербайджанской научной историографии считается Аббас Кулиага Бакиханов. Его именем назван Институт истории Национальной Академии Наук Азербайджанской Республики. И все основные отсылки делаются именно на его труды. Бакиханов был сыном бакинского хана, получил хорошее образование и помимо тюркского языка владел персидским, арабским, русским и французским языками. С 1819 года служил в русской армии и участвовал в русско-персидской, а затем русско-турецкой войнах 1826-1829 годов. Он писал художественные и исторические произведения, также работал переводчиком. Одним из наиболее выдающихся его историографических произведений является Гюлюстан и Ирам «Райский цветник». Первое, что бросается в глаза, что он написал книгу на персидском языке, а не на тюркском. Его книга была впервые издана в 1844 году и переведена на русский язык под названием «История восточной части Кавказа», а азербайджанский перевод книги был издан только в 1951 году. Азербайджанская историография пытается представить эту работу как первую попытку написания полной истории Азербайджана. Но проблема в том, что его можно считать источником для написания истории Шервана, Дагестана и некоторых соседних областей, но никак не Азербайджана, поскольку до этого в регионе не было государства Азербайджан. Исторический Азербайджан находится на территории к югу от реки Аракс в современном Иране. В произведении, состоящем из предисловия четырех глав и эпилога, Бакиханов освещает историю Шервана и Дагестана, и в целом Восточного Кавказа, начиная с древнейших времен до 1813 года. В первой главе, опираясь на средневековые восточные источники, автор представляет краткую историю древнего периода региона. Во второй главе представлена история региона в период арабского владычества. Есть также отдельные упоминания об антиарабском восстании Бабека в IX веке. Третья глава посвящена периоду правления хулагуидов и тимуридов, а также есть сведения о Шерваншахах. В этой главе также имеются данные о государствах Ак-Кайон-Лу и Каракайон-Лу. Четвертая глава посвящена истории империи сефевидов, Надершаху, османско-персидским войнам и походам османских и российских войск на Кавказ. В последней пятой главе описываются события, происходившие после убийства Надершаха до заключения Гюлистанского мирного договора. В эпилоге автор представляет биографии известных людей Шервана и окрестностей. Хотя азербайджанцы считают Бакиханова основоположником своей историографии, в комментариях к изданным книгам Бакиханова они пытаются фальсифицировать исторические данные, представляя их в соответствии с установками азербайджанской государственной пропаганды. В этом плане особо выделяется известный азербайджанский историк Зия Бунияков. Он работал над книгой Бакиханова «Гюлистан и Ерам», изданной на русском языке в 1991 году и подвергшейся критике в первую очередь со стороны известных иронистов Вильяма Мариуса Флора и Хасана Джавади. Они указывают на ряд недопустимых фальсификаций в книге. Один из крупнейших советских востоковедов Игорь Дьяконов в своих мемуарах упомянул об этом скандально известным ученым таким образом. Герой СССР, прославившийся впоследствии изданием одного из средневековых мусульманских источников, из которого тщательно были устранены все упоминания об армянах. Дьяконов в этой книге делает интересное наблюдение, отмечая также, что хотя в Азербайджане готовился юбилей средневекового поэта Низами, однако он был персидским поэтом, а не азербайджанским, как его пытаются представить в Азербайджане сегодня. А почему Буниятов и другие азербайджанские так называемые историки намеренно исказили работу, написанную Бакихановым? Проблема в том, что в своей работе Бакиханов, как уже говорилось выше, неоднократно опирается на сведения восточных источников, в том числе и на армянские источники. Кроме того, он упоминает также об армянах и Армении с древнейших времен до своих дней. Этому, конечно, не может быть места в официальной идеологической лживой историографии Азербайджана, где в основном продвигается ложный тезис о том, что армяне являются пришельцами и не сыграли какой-либо значимой роли в регионе. В результате получается, что Бакиханов, с одной стороны, является основоположником азербайджанской научной историографии, а с другой стороны, он еще в первой половине 19 века отошел от современной азербайджанской националистической и антиармянской исторической концепции. Конечно, Бакиханов, живший в 19 веке, понятия не имел, что он азербайджанец и что он станет основоположником азербайджанской научной историографии. Вот несколько примеров из книги Бакиханова об Армении и Армянах. Так, по мнению Бакиханова, границы древней Армении проходили по реке Кура. Сопоставив разные обстоятельства и показания историков, можно предполагать, что правый берег реки Куры составлял границу Армении. В этой части его книги нет упоминаний об Азербайджане. Есть данные только об Армении, Грузии и Кавказской Албании. В книгу Бакиханова вошли также история святого Григория Просветителя и армянского царя Теридата, строительство Эчмиадзина и другие события, связанные с провозглашением христианства государственной религией в Армении. В то время, когда Теридат пришел из Кесарии в Армению, Григорий был в числе его приближенных, но впоследствии за непоклонение огню по приказанию Теридата он был предан мучительной пытке, за что царь этот лишился человеческого образа и только после чистосердечного раскаяния и молитв святого Григория снова был обращен в прежнее состояние и принял христианскую веру. Передают, что в 301 году святой Григорий основал с его согласия в Вагаршапате храм Эчмиадзински. Все это автор вполне представляет как важнейшую историю раннесредневекового армянского государства. Конечно же, в этой части книги об Азербайджане вообще не упоминается. Бакиханов также пишет о территориях, которые находились под правлением сына сельджукского султана Мелик-Шаха Мухаммада. Сирия, Диар-Бакр, Азербайджан, Мугань, Армения и Ширван достались в отдел Мухаммаду. Под Азербайджаном автор в данном случае имеет в виду территорию исторической Атропотены в Иране. Здесь автор проводит четкое разграничение Азербайджана, Армении, Ширвана и Мугани как отдельных территорий. В другой части книги Бакиханов, упоминая российско-турецкое соглашение относительно стран региона, отмечает территории, которые остались под контролем Османской империи. Турки со своей стороны овладели Арменией, Грузией и большую частью Ширвана. В этой части книги опять нет упоминаний об Азербайджане на территории Южного Кавказа. В другой части книги, описывая события, происходившие в Арцахе, Бакиханов утверждает, что с помощью Мелика Шахназара в Шуши поселился Панаххан, который начал войну против местных армянских меликов, то есть князей. Панаххан, усиливаясь день от дня, подчинил своей власти армянских меликов и все земли. Эта часть также не вписывается в тезисы азербайджанской фальшивой историографии, согласно которой армяне поселились на территории Арцаха только в XIX веке и не имели там никаких княжеств. В другой части Бакиханов упоминает, что в Иран было переселено монгольским ханом, внуком Чингисхана Кулагу, около 200 тысяч тюрков-каджаров. Далее Бакиханов добавляет, что позднее эмир Тимур Тамерлан переселил еще 50 тысяч семейств тюрков-каджаров в Иривань, Гянжу и Карабах, где они в течение времени еще более умножились. Бакиханов также отмечает, что позже, во времена правления династии Сифивидов, многие каджары занимали государственные должности и управляли Арменией и Ширваном. В этой части книги опять об Азербайджане нет упоминания, а в регионе есть только Армения и Ширван. По мнению автора, массовое расселение тюркоязычных племен на территории Южного Кавказа произошло лишь в XVI веке. В эпилоге своей книги, рассказывая о своих путешествиях, Бакиханов описал о странах, где он побывал. Состоя при главных начальниках, я осмотрел Ширван, Армению, Дагестан, Черкесию, Грузию, Анатолию и Азербайджан. Здесь автор книги вновь отделяет Ширван от Азербайджана, под которым он понимал территорию исторического иранского Азербайджана. Так тюркоязычный историк Бакиханов из Ширвана, писавший в первой половине XIX века, невольно парирует азербайджанским фальсификаторам и опровергает их ложные тезисы о якобы древнем азербайджанском государстве о миграции армян на Южный Кавказ в XIX веке. Таким образом, считавшийся отцом азербайджанской историографии Аббас Кулиага Бакиханов, грамотный и бывалый человек своего времени, умножает на ноль усердные старания азербайджанской государственной машины по фальсификации истории и созданию видения параллельной реальности для всех народов региона Ближнего Востока от русских, чеченцев, дагестанцев, армян до персов, арабов и других. А как известно, в современном Азербайджане считается, что это древнейший народ и культура, а все остальные вокруг пришлые, либо искусственно заселенные на территории так называемого Азербайджана. Но вся загвоздка в том, что эту ложь алиевской пропаганды разбивает его же главный авторитет – отец азербайджанской историографии Аббас Кулиага Бакиханов.